Мир всем! Я Ангелина, канал Хозяйства Устиновых. По просьбе наших подписчиков, сегодня я расскажу, как устроена теплица в теплице у моей любимой свекрови. Подписывайтесь на наш канал, ставьте, нравится. Сейчас я буду рассказывать. Один из проверенных способов сохранить рассаду для Сибири, это сделать такой короб в теплице. Сегодня 1 апреля, у нас на улице ночами еще минус 10 бывает, минус 12. А как мы видим, у Валентины Тихоновны здесь все пышет, значит, ничего не замерзло. Здесь есть перцы, помидоры, есть огурчики, я вижу, цветы. В общем, даже она посадила укроп. В общем, все, что хотите, цветочки сюда разные можно поставить. Вот. Показываем устройство самого короба. То есть, короб сделан из пеноплекса. На стенах, получается, два листа по длине стоит и один по ширине. То есть, всего вот так вот в периметре 6 листов. На дне тоже лежит пеноплекс. А, по-моему, где-то местами, где-то какие-то доски на пеноплексе еще лежат. Ну, в общем, укрыта земля тоже, потому что земля еще у нас не прогрелась. В общем, получается, здесь, несмотря на то, что сейчас начало апреля, очень жарко. Вот я пришла, я даже не думала, что такая жара. Вот одним, с одной стороны, от сильного солнца закрыто материалом, чтобы сильно не было жарко нашим растениям. Этот короб она сделала месяц назад, 2 марта. На ночь она берет этот акрил, кладет его сверху. Дальше на акрил кладет пеноплекс. На пеноплекс, говорит, еще можно пленку какую-то, если очень холодно, то есть еще какую-нибудь тряпку, может ковер там какой-то легкий. И ее короб выдерживал до минус 17 градусов. То есть на улице минус 17, а ваша рассада не замерзает. Также, чтобы тут была в коробе плюсовая температура, в два места по углам она ставит бидоны с водой. Вон они стоят. Они у нее нагреваются дома на печке. То есть они топят печь родителей дома. Эти бидоны нагревают, потом вечером ставят их внутри короба. Таким образом она сохраняет такой микроклимат здесь. В общем, мне кажется, где-то неделя еще пройдет. И Валентина Тихона, она уже начала все готовить для высадки. Она все высадит уже скоро. Помидоры, перцы. И этого короба тут уже не будет. То есть я помню в прошлые года, по-моему, на 9 мая у нас еще были хорошие такие заморозки. А у нее уже висели большие зеленые помидоры на ветках. И начинали перцы формироваться. То есть это как бы, можно сказать, на месяц, на полтора вот такой короб. А потом уже можно непосредственно в землю, в теплицу все это высадить. Надеюсь, что это видео вам поможет тоже что-то у себя такое сообразить. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк. Задавайте свои вопросы в комментариях. Мы вам постараемся ответить на них. Всего доброго. До новых вам встреч. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк. Делитесь этим видео с друзьями. Выскажите свою точку зрения в комментариях. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!